Приветствую вас, друзья, на своей маленькой кухне. Осень пришла, и я решил сделать пару осенних супов. Но не только осенние, они хорошо идут и зимой тоже. Сегодня я приготовлю для вас тыквенный суп в качестве гарнира. Я решил сделать для этого супа маленькие равиоли, наполненные креветками в кисло-сладком соусе с козьим сыром, с козьим сливочным сыром. Касаемо ингредиентов, все ингредиенты, вес, количество я укажу в рецепте. Для начала остановимся на супе. Для супа мне понадобится немного оливкового масла. В этом масле я тыкву порежу на небольшие куски. Я ее в масле промариную, добавлю немного соли и отправлю в духовку при температуре 210 градусов на 20 минут. Для начала. Возможно, мне понадобится немного больше времени, но это я буду видеть в процессе. Также мне понадобится немного белого вина, 30-ти процентные сливки, лук-шалот, 2 листочка лайма, мускатный орех, имбирь, тыква, овощной бульон. Ссылку на овощной бульон я укажу, как его готовить. Вы можете взять мясной бульон, то есть тот бульон, который у вас находится непосредственно под рукой. Сливочное масло, перец, соль. Для начала я подготовлю тыкву и порежу мелко лук-шалот и имбирь. Я подготовил лук-шалот и имбирь, то есть мелко порезал. Тыкву я также мелко порезал. Промариновал ее в оливковом масле, добавил соли, сахар, больше ничего. И отправляю в духовку на 20 минут при температуре 210 градусов. Пока тыква у меня в духовке томится, я покажу вам ингредиенты для равиоли. Для равиоли и для его наполнителя мне понадобится 65 граммов муки высшего сорта, 65 граммов манной крупы. Чем меньше помол, тем лучше. Одно куриное яйцо, немного козьего сливочного сыра, буквально одна чайная ложка кисло-сладкого соуса. Вы можете его как приготовить сами, так и купить. Ну, так как у меня канал совсем еще молодой, и я еще кисло-сладкий соус для канала не делал, я воспользовался готовым. То есть его можно купить. Мне буквально понадобилась одна чайная ложка. Пару креветок, пару веточек росмарина, немного чили перца, и буквально один зубчик чеснока порезан пополам. Ну, и немного растительного масла. Вначале я приготовлю тесто. Немного присолю и буду добавлять муку. Возможно, мне понадобится немного воды. Возможно. Тесто немного вымешиваем. Заворачиваю в пленку. И даю полчаса отдохнуть. А в это время я приступаю к приготовлению моих креветок. Пока сковорода разогревается, я свой лук-шалот, листья от лайма и имбирь припустил в сливочном масле. Теперь я добавлю немного вина и дам ему выпариться. Сковорода уже нагрелась. Я наливаю немного оливкового масла. И обжариваю мои креветки. Сразу присаливаю. Креветки у меня уже были чищенные, поэтому если вы купите непочищенные креветки, обязательно вот в этом месте сделайте надрез ножом и удалите из кишечника. Он черный, его очень хорошо видно. У меня креветки чистые, поэтому мне этого делать не нужно. Все. Креветки достаточно немного припустить. Они уже готовы, чтобы они не были у вас сухими. Поэтому я их уже вынимаю и остужаю. Добавляю бульон в кастрюльку и даю закипеть. Добавляю бульона совсем немного, буквально 300 миллилитров, не больше. Я перелил содержимое из мелкой кастрюли в более большую, потому что вижу, что у меня не все поместится. 20 минут прошли. 210 градусов этого вполне хватило. Теперь я свою вспотевшую, слегка закарамелизовавшуюся тыкву буду варить дальше. То есть, вот обратите внимание, вот она такая мягкая стала, бархатистая. То, чего я и хотел. Добавлю еще немного бульона и поварю буквально 5 минут. Так, из 9 возможных я ставлю у себя на шестерку, чтобы процесс пошел немного быстрее. Тыква у меня как таковая мягкая, поэтому 5 минут хватит за глаза, чтобы я потом после этого начал ее фюрировать. Креветки мои подостыли, я их мелко нарезаю. Добавляю тут буквально чайная ложечка кисло-сладкого соуса. Ну и добавлю я козьего сыра. Вот буквально чайная ложечка с маленькой горкой для вязкости. Как я уже говорил, не обязательно брать именно козий сыр, потому что козий сыр любят очень немногие. Масса готова, я ее отправляю в холодильник. На мой вкус я бы еще добавил бы немножко кинзы свежей. Вот буквально чуть-чуточку. Но это как, больше как рекомендация. Так, 5 минут прошло. Тыква моя уже очень мягкая. Очень-очень важно вовремя удалить листья лайма. Он очень такой интенсивный. У него хороший, приятный аромат, но этот аромат нужно держать под контролем. Я могу уже залить сюда сливки. 150 миллилитров. И натереть мускатом. Добавить перец. Всю эту красоту пропюрировать. Убираю суп с плиты. Протираю суп через сито. Удалил я немного бульона, чтобы собрать остатки, прилепшие на кастрюлю. Смотрю по густоте. Если мало ли, вы перелили бульона, взяли больше бульона, чем вам положено, и суп у вас получился жидковат, вы всегда можете его загустить кукурузным крахмалом. Возьмите ложку крахмала, добавьте туда холодной воды, размешайте, и добавьте в кипящий суп. Если же вы, наоборот, перезагустили крахмалом, гуще, чем вы хотели, то не нужно добавлять больше воду или бульон. Просто возьмите погружной блендер, вставьте его, пропюрируйте, и структура станет жидкой. Осталось попробовать на вкус. Все прекрасно. Суп даю ему закипеть, и он у меня готов. Я приступаю к приготовлению равиоли. Мое тесто для равиоли отдохнуло, и я его еще раз буду вымешивать. Как вы видите, я готовлю совсем немного, потому что приятно принимать пищу, то есть приготовил что-то новое, съел, получил удовольствие. Тесто я буду раскатывать тонко. Выкладываю мою начинку. Промазываю водичкой. Можно белком, можно желтком. Что не поместилось, то не поместилось. Убираем пока в сторону. Я пользуюсь такой формой. Вы можете воспользоваться, если у вас есть, скажем, вот такие формочки. И аккуратно склеиваем. Мало ли, если у вас будет тесто прилипать к пальцам, то возьмите немножко муки. Ну, вот такие вот маленькие, аккуратненькие они получились. И так в том же духе. Ну, а я раскатал тесто для следующей порции равиоли. Ну, последнее я снимать виду. Тут осталось совсем немного. Я доработаю. Тесто у меня немного останется. Ну, вот это тесто я просто сделаю маленькие галушки и так же их отварю. Я приступаю к отвариванию равиоли. В общей сложности у меня получилось 29 штук. Ну, вот так вот они выглядят. И у меня, конечно, осталось немного теста, потому что, чтобы сделать тесто, нужно по-любому одно яйцо. Поэтому тут очень сложно калькулировать. Это вот остатки. Ну, скажем так, назовем их галушки. Я их просто отварю, и они так же великолепно съедятся. Ничего не выбрасываю. Так, вода кипит. Воду я посолил. Создаю вот такую воронку и отвариваю равиоли. Пока равиоли варятся, я приготовил небольшую миску с холодной водой. И сюда я добавлю немного льда. Это после того, как они приготовятся, чтобы я их сразу мог охладить. То есть прервать процесс готовки дальше. В Германии этот процесс называется Апшрекен. Это имеет два значения. Одно из них, которое означает испугать. Но это не наш случай. А в другом, другой случай, это когда прервать процесс варенья. Ну и тесто моё я тоже сюда же заброшу. Аккуратненько мешаем шумовочкой, чтобы не повредить равиоли. Даже можно накрыть крышкой. Ну, равиоли мои готовы. Я их вынимаю и сразу охлаждаю. Ну и парочку я сразу буду делать подачу. Я перелил немного тёмного кунжутного масла для удобства вот в такую пластиковую бутылочку. И я не использую при приготовлении супа с тыквой я не использую непосредственно тыквенного масла. Ну, оно мне не нравится. К тыквенному супу я считаю, лучше подходит именно кунжутное, тёмное. Но это дело вкуса. Всё, этого достаточно. Ну, был бы у меня ещё бы дома кервилл, как его, по-моему, называют по-русски. Это такое травка, похожая на петрушку. Ну, она более мелкая и более мягкая. Ну, совершенно, конечно, совершенно другой вкус. А так, в принципе, для дома в домашних условиях вполне рабочая версия. На этом, друзья, я заканчиваю свою передачу о тыквенном супе. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Если понравился, делитесь этим рецептом со своими друзьями, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Ну, а я желаю вам приятного аппетита. До новых встреч!